я у всем здарова народ с вами поляк сегодня у нас эксклюзивчик на обзоре это не шутка на самом деле офигенный эксклюзив фигурки которые уже нет давно фигурка для меня лучше в своем роде на момент существования всех в принципе фигурок этого именно персонажа именно которую можно сейчас купить и не те которые на прототипов и так далее фигурка которая знаменитая на самом деле которую хотели многие которые сейчас хотят многие в общем без лишних слов уже и так много чего сказал это оптимус прайм из серии по мультсериалу трансформеры и кибертрон это лидер класс понятное дело но есть вояджер и есть гибрид стайл тоже очень две прекрасные фигурки мне вот нужен именно этот я его хотел сразу скажу что у меня он не комплит у него нет пушки которая дается прайма в руку и дополняет правую большую и это очень плохо на самом деле для меня ну как бы и без нее он прекрасно смотрится но суть в том что либо крылья либо пушка это и теряются 80 процентов коллекционеров которые имеют эту фигурку себя в коллекции то есть очень мало людей и ее могут оставить полно комплектный хотя чуть не играться поставим на полку и все но это уж кому как повезет фигурка действительно очень крутая потому что ну не знаю потому что меня наверно поймут те кто смотрел 2005 году а может и год через год еще крутили люди постарше меня люди помладше меня и моего возраста но постарше тем более они это все видели тот самый мультсериал который еще шел psts то есть и psts в осознанном возрасте в осознанном возрасте мое знакомство с трансформерами началось именно с этого мультсериала в детстве у меня папа включал первый сезон живан 16 серий хотя он понятия не имел типа ну трансформеры да вот но он тоже вроде помнит это смотрел как бы видел книг не крутили у него это по телику но он просто знает что такое есть и где-то что-то я там припоминаю но именно вот стопроцентно что я помню так это вот именно вот этот мультсериал даже включали мне трансформеры the movie это вроде как я помню перед между третьим и вторым сезоном ли третьим и четвертым вот видите не помню же опять таки по каким-то в какой-то памяти и так далее ну все же оптимус prime трансформеры кибер трон или трансформеры galaxy force ну или prime еще называют galaxy convoy ну это понятно galaxy force galaxy convoy как бы все все магично все ясно единственный аксессуар у этой фигурка это его кибер ключ ну оптимуса имеется ввиду вот то есть ну как бы все да и аксессуаром это нельзя считать ему можно засунуть этот кибер ключ ему в то место где он активируется и все но это отдельная как бы деталька вот она есть из прозрачного давайте еще раз покажу из прозрачного синего пластика инсигния она здесь я думал она будет распечатана эту другой версия такара томи этого оптимуса распечатана именно здесь красным ну принт красный вот и здесь вот беленькая насколько я знаю а у хасбургской версии ну просто вот ну и какая разница блин большая разница равно дорогая фигурка зайдите на ebay эта фигурка дикий раритет я вам серьезно говорю по моему скромному мнению для это лучшая фигурка этого персонажа и из тех которые сейчас можно взять и купить никакой сидж из трансформеры осада которые варфу сайбет шоу не может переплюнуть эту фигурку ну не может ну да в супер моде они похожи но вы блин посмотрите какой там прамби супер мода это что за пузатая фигня какая-то ну вы прекрасно знаете о чем я говорю сразу давайте оговорюсь о геймиках кибер ключ можно вставить в пушки то есть у одной пушки световой звуковой эффект у второй пушки и не у второй пушки просто активация активация в том плане что давайте его переверну мы эту пушку вставляем вот сюда ключ и вот эти вот две турельки две две маленькие пушечки дополнительные они появляются из них можно стрелять вот тут и спусковой скажем так механизм но я это делать не буду потому что я ее потеряю она далеко улетит хотя можно руку подставить чуть я правда в общем на черную штучку нажимаем и как бы выстреливают убойной силы будем так говорить достаточно чтобы эта пулька от одного конца комната долетела до другого я это уже проверял я уже ее терял я уже ее искал вынем ключ из этой пушки и их защелкнем обратно да как вы видите пушки могут вращаться во второй во второй во вторую пушку вставляем да нет сначала у нее в обычном режиме будем так говорить есть звуковой эффект там есть кнопочка на обратной стороне я потом ее покажу потом показывать вот она синенькая кнопочка приведем в обычное положение если мы на нее нажимаем ну вот такой звук типа мази расстрелять что-либо ну не знаю что то такое ну а если мы вставим кибер ключ аккуратненько во первых звук активации кибер ключа ну типа не странный он конечно какой то вот если честно могли бы типа аудиозапись сюда вставить в знаменитую вот эту музыку из опнинга это мультиряма ну да ладно на кнопочку нажимаем один раз то вот такой звук но можно удержать как будто идет выстрел лазером очередями там подряд в общем то и отпустив он как бы завершать как вынуть ключ из этой пушки достаточно тоже просто просто вот берем он сам выстреливает считайте оттуда но у каждой фигурки всегда все по-разному есть какая-то индивидуальная особенность если вам кому-то может быть тяжело у своей фигурки или не знаю кто ее будет покупать сейчас нереально купить на самом деле ну как бы реально но не за адекватную цену можно просто вот эти две створки сложить и ключ освобождается как бы вот такую фишку я для себя открыл ну вот кому-то она может быть тоже понадобится у этой фигурки конечно же есть недостатки о них я буду говорить в процессе уже самого обзора потому что недостатки несущественные как бы они вроде есть но на них внимание можно не обращать то есть это не это не косяки это именно недостаток то есть для меня вот как явный косяк он явный косяк а недостаток но это так просто вот что то что-то не очень приятное но в то же время о нем быстро забываешь да чё сразу скажу первый недостаток это то что вот эта часть крыльев возможно она выполнена не прямой в мультсериале было показано так что когда он трансформировался в этот грузовик у него вот эта часть она прилетала и вот это вот все было сплошной длинной деталью то есть вот вот тут не было разделения вот тут вот так вот шло крыло вот все цельное крыло а здесь идет разделение возможно возможно это из-за особенности давайте я подниму пушку из особенности самой конструкции так как крепление вот этой всей части она идет там там есть пас ну не видно сейчас не видно не покажу там есть пас который крепится к ноге и тут в принципе идет утомщение вот наверное из-за этого вот всего черного дела из-за этого рюкзака и наверно поэтому но вот такой скос но опять же раз тут есть такой скос но могли бы сделать его чтобы он не двигался вот не понимаю я эту зачем потому что эта деталь у всех нет ни одного человека у которого эта фигурка коллекции чтобы не шаталась у всех тут шатается абсолютно у всех найти какое-то положение чтобы твердо держалась можно но капля клея на конечно все решает но я таким особо заниматься не вот ну типа и смысл если у меня будет все равно в робомоде стоять насчет подвижности в альт-моде пушки могут двигаться вверх в бок то же самое с другой стороны и вот тут вот я уже скажу косячок и возможно там что-то уже наверное со временем повредилось или уже плохо действует но факт остается фактом здесь наверное либо у трещотки зубчики на большом расстоянии либо там уже что-то сломано я просто еще ничего не раскручивал ничего не проверял да и отвертки у меня нужны нету ну они как бы есть но компьютерные отвертки там очень тяжело во первых там очень жестко все закручено максимально жестко вот в чем эта проблема вращаем пушку вот идет вращение щелчка еще не было и вот только здесь щелчок вы представляете какое огромное сколько градусов без щелчка к каждые 10 градусов должны быть со щелчком ну вот 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 видите она в спокойном состоянии там щелчков нет вот ну что это такое это вот прям вот вот мне это не нравится совсем посмотрим на его детализацию чуть-чуть поближе я его покажу инсигнии все нормально надрисованы вот его знаменитые руки которые находятся у него в бампере колеса у него золотистыми дисками раньше еще диски красили вы представьте себе как не ленились вообще я считаю что раньше фигурки всегда делали качественнее вы посмотрите сколько фигурок с 2009 года у меня стоит на ней типа я их купил они до сих пор сцены я ничего не подкручивал только наверное у оптимуса хантед фоза десептикон крутил эти винтики подтягивал и все а больше ничего небольшое мое недостаток скорее небольшое мое обращение к hasbro но они уже наверно им уже пофиг вот тут у него по мультсериалу должно быть все вот черно вот это вот прямоугольничек он должен быть черным и вот тут вот 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 на этом промежуточке должны торчать трубки ну я в том плане что там были типа маленькие цилиндрики которые вот так вот в два ряда стояли ну как турбины что-то такое не знаю ну в общем вот тут все должно быть черный с цилиндриками но вот этого нет вот за вот за это типа и моя претензия вот у фигурки здесь есть обмой скорее всего но проводя рукой типа он не чувствуется но вот то что вот так вот покраска выполнена ну не знаю типа считать за косяк или нет но тут есть отпечаток пальцев вот он вот здесь да и ну-ка я сейчас посмотрю вы повнимательней сейчас я даже приблизью приближу оп не знаю видно вам или нет может это вообще не отпечаток но очень на него похож может кто-то вот так вот докоснулся и все обидно кстати заметьте покраска синего пластика она выполнена полу хромированная полу глянцевая полу металлическая ну металлик смысле покраска прикольно но и из-за того что она слишком перенасыщенная такая что слишком много всего то это кажется несуразно как будто это китащина ну косяк не косяк но это тоже неприятно так возвращаем объектив исходное положение опа что еще у него есть недостаток так то что у него башка вот это вот торчит но могли бы панельку поставить какую-то ну нет ну надо будет было вот так вот и она прямом смысле торчит если проводить пальцем то ощутимо что она выпирает ну могли бы панельку сделать возможно это опять же из особенности конструкции то что голова туда прошу прощения не заходит до конца в том плане что там мало места чтобы эту голову запихнуть но опять же ну блин ну серьезно это тоже огромная проблема конструкции когда я его превращу я это все покажу внимательно все надо осмотреть в общем прикольно все если честно я думаю что у него будет больше свето звуковых эффектов я думаю что он будет сам разговаривать или еще чего-то но оказал оказывается что нет у него есть режим полета якобы режим полета какой-то ну как дом в мультсериале так наверное сейчас приподниму немного камеру нам главное крылья посмотреть что там дальше не неважно я покажу на одном крыле так как в два крыла у меня это все дело не влезет в кадр в общем мы опускаем крыло мы его сначала выворачиваем опускаем вот эту пушку это пушка да вот такую опускаем и и вот эту пушку выворачиваем с другой стороны будет тоже самое то есть вы прекрасно а помните кто смотрел как он там летал то есть вот так как будет выглядеть ну а с двух сторон понятное дело что это да давайте я покажу наверное только крылья 8 влезет оп 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 вот так ну понятно да что вот так он там летал странно конечно он летал но все же все давайте приступим к трансформации очень много времени уделили на альт мод но было чему уделить правда отделим его заднюю часть вот эти крылья и крылья и так далее от него сможем вот эти вот пушки вот так обратно а это вот так все оставим какая тут еще проблема у каждого опять же у каждой фигурки быть по-разному лично у меня не получается отделить сразу все то есть и крылья и укрепление ног потому что соединение между этими детали слабые а вот дополнительных ног его основной части сильные и поэтому получается так что сначала мне нужно отделить крылья а только потом части ног и при этом нужно обязательно поднять отщемкнуть вот эти вот скажем так ремни которые открывают доступ к тому что мы без проблем вытащим эти крылья вот они там отщемкиваются и все их свободного не так откладываем их в сторону они будут нам мешать он даже так прикольно выглядит и вот отсоединяем ну вот такие вот пушки так еще одна моя придирка в мультсериале было показано что у него вот такие вот эти ножки не торчат когда он трансформировался было показано что вот эти его ступни черные они у него именно из положения 90 ну под 90 градусов из положения прямого типа в стойку поможет ну вы поняли они сгибались в обратную сторону то есть они были параллельно всему этому лежали в одной плоскости с ногами ну могли бы вырез они сделать побольше сделать такую возможность чтобы это дело все сгибалось вовнутрь ну блин ну почему не сделали непонятно крип из того чтобы пушки крепче крепились к нему на спину рюкзак его да зачем тут и так вот защелка и пин а там наоборот пины защелка ну и младушки 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 приступаем к трансформации первым делом нужно конечно же вот эти вот дополнительные ступни ему назад отогнуть они на поршнях как бы держится и поэтому там будет все очень хорошо все прочно вот там два покажу вот тут две дырочки тут два пина мы все делом крепим и все это будет держаться все это будет красивым ну вот ничего особенно ноги выгибаем разделяем их конечно же и оп раздвигаем ну чуть-чуть на расстоянии нужно раздвинуть иначе ничего не получится дальше опускаем ему пояс и опа открывается доступ к его матрице взглянем на матрицу лидерства и что мне не нравится в ней то что во первых даже можно фокусировать не во первых она выполнена вся в сером пластике мне это не нравится и то что у нее глазок красный ну блин лично я привык что у него глазок постоянно синий ну может этот мультсериал так был но то что она вся серая это не очень прикольно ну вообще никак для меня нет ладно засунем обратно ему и закроем все это все это дело створки вот эти вот открываем то есть это его нагрудная пластинка с этими стеклами что делаем с руками а во первых мы их разделяем приподнимаем часть кабины в прямом смысле слова приподнимаем его плечо вот так вот выпрямляем руку проворачиваем его в нужную сторону и вот это все защищаем с другой стороны то же самое абсолютно ничего нового как говорит м-го с другой стороны то же самое что есть одной и выдвигаем ему гонку вот этот механизм хоп и голова уже у нас вынули мы и вот такой оптимус взглянем на на его личико прекрасные чудит у меня ну вот так надеюсь вам видно ну хотя вроде ну да видно видно прикольно все сделано нормально у него скульпт как бы все вроде как в мультике да сразу претензия к нему почему он такой карапуз ну серьезно вы взгляните он во первых никакой то не пропорциональный когда я буду показывать подвижность вы поймете почему потому что сейчас он кажется пропорциональным потому что вот это вот дело все прикрывает часть ног но если вот это дело все поднять вы посмотрите какой маленькая тема и какие здоровенные ноги то есть он тонстый широкий коротышка а подвижность а подвижности руки вращаются на 360 градусов в бок они могут только на два щелчка ну из-за предплея из-за плеча конечно же в локте больше 90 градусов что очень хорошо в локте также есть вращение и пальцы еще одна придирочка к покраске то что в мультике у него вся кисть была черная здесь почему-то верхняя часть у него синие остальные четыре пальца черные ну что мешало это все все в черный покрасить я понять не могу ну я понимаю что это 2005 год и придираться тут лучше вообще ни к чему не надо придираться потому что 2005 год но типа я же все равно вот на это обращаю внимание если у него руки были черные он смотрелся бы уже по-другому то есть мелочь а приятно так что с ногами ноги могут вперед назад назад на защелку почему-то вперед защелки нет коленях сгибает в ляхах есть вращение ступни ничего никак только вот один защел к этой черные ступни но это для трансформации и в бок если мы это колесо приподнимаем он может спокойно сесть на шпагат и вот я о чем почему он не пропорционально посмотрите ну что это такое некрасиво опустим все это дело вообще кайфовый нет он может не пропорционально он кайфовый будь у меня пушка то от твои часть пушки от большой пушки ему его пушку можно было бы дать в руку но у меня нет такие дела я не буду делать сравнение с другими фигурками каких-то других классов потому что ну серьезно ребят мои обзоры выходят намного позже чем зарубежные чем от моих зарубежных коллег и в принципе от других обзорщиков ну блин я фигурки покупаю с опозданием и типа а в некоторых фигурках я узнаю недавно или давно ну в общем то сами понимаете то что хотите увидеть сравнение вы посмотрите у зарубежных или фоточки в интернете полно поэтому я не вижу смысла типа что как-то что-то это говорить можно я просто могу сказать что это лидер класс вот сейчас он ростом своя жира чуть выше вояджера вот а с супер моде он будет ростом с обычного лидера оптимуса правильно там 2009 года к примеру вот вот так ты могу сказать ну в общем да приступим сразу к супер моду превратим его из маленького прайма большого что для этого нужно сделать подготовим сначала самого прайма но нужно ему дополнительно его стопы выдвинуть мы их вот так вот выдвигаем переворачиваем обратную сторону там есть защелочка сейчас вот видно хоп и вот эту ступню опускаем опять заметить здесь есть колеса которые на пружине под весом с прицепом с крыльями они упадут и он будет стоять а сейчас он будет падать потому что ему не хватает веса чтобы их придавить но вот так вот это все сделали но все равно он будет стоять чуть-чуть раздвинутыми ногами поэтому я считаю что типа ну какая нафиг разница чего у него там с колесами разделяем вот вот эти вот пушки с одной покажу с другой прикреплю сразу проворачиваем пушку и проворачиваем ее в обратную сторону это какая получается это получается левая ну для него правая вставляем значит вот пин опять защелка и вот этот маленький пин он входит там в область окружность такую в дырочку так и вторую хоп хоп и вот так вот все хорошо уже красавец уже красавец уже мне нравится и если честно то он уже без крыльев вот так уже смотрится более массивным таким более мощным вот с этими ступнями подготовим его в том плане еще что сразу чтобы я потом потом будет тяжело доставать до всего этого ему с обратной стороны здесь есть вот такой рычажок если мы этот рычажок поднимаем то у него что же такое то у него его маска защитная она выдвигается ну и рожки его черные вот эти вот мы ему раздвинем вот красавец нравится мне ну ну не знаю ну кайфую серьезно так отодвинем его я покажу что с крыльями делать на самом деле ничего особенного делать уже с ними не надо просто привести их в такое положение чтобы пушки смотрели вниз все и чтобы мне было удобнее я эти пушки сразу вот так вот раздвину вот и берем прайма и или как рельсы как рюкзак на него мы это все дело напяливаем сейчас я покажу над ним как-то не вот это все дело просто вот так вот визжает хоп и все так проворачиваем защелкиваем вот эти вот ремни ну и ставим его в каноничный вид как там был вот это все какому так вот руки держал у него пушки вот тут вот были все вот это вот дема кайфово говорю уж кайфово так хоп как-то был раздвинем ну что-то наподобие там вот так вот дыма у меня он просто на помки вот так вот стоит хотя шучу у меня уже некуда фигурки ставить ребят на самом деле не на помку не еще куда-то вот ну в общем вот так вот он будет у вас на помке стоит да у него можно еще маленькие пушки на ногах выдвинуть но типа я не знаю как это сделать чтобы ничего не мешало поэтому пусть пока так вот ну пусть так типа да ну можно выдвинуть можно вот вот так вот и над придерживать потому что у всех тоже фигурок по разному это индивидуальный момент когда это все дело может вылететь ну и вот все вот он тот самый prime который в супер моде гэмкси конвой ну ребят ну реально взгляните на него ну из тех роботов которые сейчас выпущены которые существуют фигурки по этому персонажу но это самая офигенная сейчас фигурка сидж для меня но это ужас ребят ну ну вот кто сидж собирает ну собирайте ну у каждого вкус свои ведь обзор он и подразумевает что я буду высказывать здесь свое мнение гиммики не буду показывать они точно такие же с пушками как и в альт моде то есть у него не разница никакой нет что так что так вот и так о чем я не надо просишь писать вот вот про прототип от компании трансформ and drum out или как она там называется там будет фигурка гэмкси кону в формате мастерпис он кстати формата мастерпис вот эта фигурка на самом деле вот про ту фигурку вопросов нет она действительно офигенная хоть какая-то компания вспомнила об этом персонаже сделают его нормально я надеюсь нормально и того я тоже приобрести хочу но если там поднебесная цена будет то и нафиг он не нужно мне оригинальный есть вот да и выгоднее он будет чем трех партийка так вот фигурка реально кайфовый ну ну серьезно те кто смотрел этот мультсериал те кто знают ну кайфанут вместе со мной фигурка зачетный есть у нее свои недостатки есть как я говорил косяки косяками но личный мой косяк который я обнаружил это только в покраске в процессе обзора все остальное это недостатки недостатки самой фигурки недостатки самой конструкции все больше там ничего нету то есть нет какого-то прям сильного глобального такого вот того что ой блин они не так сделали фигня какая-то не нормально там все нормально в принципе все нормально в общем плане в общих чертах тут сделано все хорошо мне очень сильно нравится да и вам вроде наверно надеюсь тоже да и у кого эта фигурка есть им точно это нравится но фигурка реально зачетная ну прям прям прекрасная знаете как вилсаком которому проплатили про за самсунг и он такой до зачетные там ну в общем нет мне никто ничего не проплачивал я эту фигурку хотел еще когда был мелким вас когда смотрел этот мультсериал то есть и как как я узнал а этой фигурки я посмотрел мультсериал потом я для себя открыл youtube и там я нашел эту фигурку я такой господи так это офигенно я хочу эту фигурку а потом я понимаю что ее уже давно нет и тут спустя сколько получается спустя 13 лет и я эту фигурку нашел купил и теперь радуюсь вам не горюй ничего не хочу говорить фигурка классная мне все нравится ну офигенный фигурка офигенный есть гибрид ставим это маленькая фигурку но она гипер дорогая тоже дорогущая как бы не дешевая сейчас тяжело найти гибрид ставим всего было две фигурки оптимус поджеваны вот этот вот гонг сиканой почему они так сделали непонятно почему гонг сикан вой почему g1 ну g1 ладно почему гонг сикан вой не важно все все эти недостатки закрываются все недостатки которые сказали в процессе обзора закрывается огромным большим плюсом это вся сама фигурка это огромный большой плюс очень все на этом обзор я думаю пора заканчивать потому что ну и так слишком много всего сказал но я более подробно рассмотрел эту фигурку всем спасибо кто посмотрел обязательно подписывайтесь на канал и пишите хороший комментарий на чтобы вы хотели увидеть обзор и я делаю небольшой анонс то что вскоре как через какое-то время будет у меня либо большой закупа либо просто покупка каких-то фигурок которые начнут и мою мастер-пиз коллекцию то есть какие-то какие те фигурки которые я возможно скоро куплю они дадут начало мастер-пиз коллекции вот круто классно все спасибо в общем с вами был поляк всем до встречи до следующего обзора ну и всем пока и хорошего настроения